За гранью возможного, за рамками понимания, за рубежами, на русской службе новостей. Да, до 20 августа. Это необходимо как можно срочно. Все это обусловлено именно фактом очевидным, что необходимо там выплатить 3-2 десятых миллиарда ЕЦБ. Да, да, да. То есть получается сейчас этих денег просто нет в казни Греции, чтобы отдать? Да, нет денег, все вот этот порочный какой-то круг занимать, чтобы отдавать эти проценты, долги, вообще абсолютная какая-то несуразица. А какие настроения ходят сейчас у простых греков? Они уверены, что удастся договориться до 20 числа или такой уверенности нет? Вы понимаете, простые греки, вот я ровно месяц находился в Греции, вот как раз после подписания Ципросом в Брюсселе этого так называемого третьего меморандума, греки это называют мнемонию, меморандум, вот, который оказался на деле хуже двух предыдущих, после этого так называемого, который уже поспешили назвать исторического референдума 5 июля, когда греки, фактически 62% греков, граждан Греции, вот, сказали их недвусмысленно охе, нет. Вот, это был действительно гражданская позиция, произвело впечатление на всех, в том числе и на союзников. Я думаю, сам, думаю, и сам Алексий Ципрос не ожидал таких высоких показателей, вот, это фактически был уровень доверия, показатель доверия к его правительству, к его политике, вот. После этого глубокое разочарование, я приехал в Грецию 10 числа и фактически за две недели побывал на 10 митингах, многотысячных митингах, которые проводились в центре Греции, на площади Конституции, на других площадках, вот, на других конференциях, которые были подверстаны, вот, к событиям, еще не такой давней для истории 50 лет, это ничто, вот, на конференции, посвященной июльским событиям 65-го года, который очень напоминает, вот, по лекалам, вот, события, которые происходят сейчас. Как известно, события все вот эти, после выхода из гражданской войны, какая-то демократизация, процессы, 64-65-го года, приход к власти старшего папа Андрео, деда демократии, его отставка завершилась вот этими сорокадневным хаосом в Греции, которые в итоге все эти события привели к приходу к власти, вспомним, в апреле 67-го года, власти хунты черных полковников. То есть, как бы, вот, сейчас в ситуации есть опасения, что лодка может раскачаться именно так, вот, потому что, вот, подписание Ципросом под жесточайшим давлением. Есть такие бытовые версии, которые опубликованы в солидных греческих СМИ, бумажных, медийных, о том, что вот он, как бы, тому же Тьянису Варукфакесу, недавнему министру экономики, как называли царю греческой экономики, вот, который раздражал Запад, раздражал Германию, Францию, Шойбле, там, у него был персонифицированный, так сказать, враг в лице Вольфгана Шойбле. Вот. Он ему в сердцах признался, говорит, ты просто не представляешь, под каким я был жесточайшим давлением, такое ощущение, что речь идет о моем физическом существовании. Вы представляете, какие страсти кипели в Брюсселе. Сколько часов длились эти переговоры, жесточайшие, вот. И в конце концов, вы помните, да, когда все, они уже уходили, потому что Алексис Ципрос сказал, на таких условиях я не могу, это унижение страны, унижение народа. Вот. И там новый руководитель Евросоюза, поляк Туск, вот, схватил уже на выходе его и Меркель, вот, присутствие Оланда. Оланда активно в этом поучаствовал, сказал, вы не можете просто так отсюда уйти. И там все началось, вот, к сожалению, это завершилось вот этим третьим меморандумом, который это все, все подчеркивают, он оказался гораздо хуже, чем предыдущие два. Вот такой парадокс. Как думаете, нет ли тогда у Евросоюза в Брюсселе такой, знаете, внутренней необходимости попытаться наказать каким-то образом Грецию, чтобы другим неповадно было? Вот, очень похоже на это. Да, я согласен. Потому что вся эта кампания, если она проводилась тяжеловесами Евросоюза, в особенности Германия, которая взяла, как говорится, на себя, в том числе и имиджевый, так сказать, удар. Потому что, собственно, у греков есть еще свежие, эти раны еще не зажили, Вторая мировая война. Сколько бед страшных принесла интервенция, экспансия фашистской Германии. Сотни тысяч людей погибли в ходе военных действий, в ходе страшного голода декабря 41-го, января 42-го года. Это было все искусственно спровоцировано немцами. Все эти попытки, снова, как говорится, вот эти компенсации военные, они всегда блокировались правительствами Германии. На самом деле, это получается в диалоге с теми людьми, кто пострадал странами. Наиболее эффективными оказались евреи, Израиль, которые, как говорится, плотно заставили немцев отвечать за все эти злодеяния, что они сделали. И у греков это историческая память, это расхожая мысль о том, что то, что не сделала Германия 70 лет назад, она сделала сейчас мирными средствами. Вот эта память, вот эта антигреческая кампания, она была развернута именно в немецких СМИ. Вот эти бредни о лентяях греках, о прожигателях жизни, о том, что вот они не любят работы, вот немцы, они такие перфекционисты, а греки вот сидят, пьют кофе, гуляют, отдыхают и выписывают счета, как говорится, вот немцы за все это расплатят. Потому что тут есть еще одно интересное сообщение, агентство Bloomberg, американское, вот что рассказало. Рассказало, что жители России и Греции работают больше всех в Европе, однако по сравнению с представителями других европейских государств, этот труд неэффективен. То есть они утверждают, что больше всех мы сидим в офисах, больше всех за станком, время не проводим, да, но говорит о том, что оказывается это полностью неэффективный труд и все это ерунда по сути. Меня вот что интересует. На протяжении 30 лет экономика Греции росла по 7-8% ВВП в год. Все почему-то это забывают, даже 50, по-моему, с 53-го по 2002-й. Это был второй темп роста в мире после японского. А сегодня вдруг все разучились работать. Ну, где-то здесь что-то не так. Да, это очевидно, что здесь что-то не так, потому что, собственно, вернемся к истории вступления Греции в Евросоюз. Это 81-й год, это уход, как говорится, это было последние месяцы правления, я считаю, его национальным лидером Константина Сокараманлиса-старшего. Несмотря на достаточно такой сомнительный первый период его истории до эмиграции во Францию, греческие политики, у них такая мода. Если какие-то при катаклизмах всегда эмиграция, как, собственно, и у русской эмиграции. В Париж, Париж, как чеховские сестры в Москву, Москву, они все в Париж уезжали. И когда после падения хунты Помпиду, по-моему, Помпиду его, вот, на личном самолете президента Франции, после кипрской этой катастрофы 20 июля 1974 года, снова пала хунта, восстановилась демократия. И мы увидели, греческая нация увидела совершенно иного Караманлиса. И хочу сказать, что это действительно был политик национального масштаба, который умел лавировать между двумя сверхдержавами, Советским Союзом и Соединенным Штатом, наладив прекрасный диалог и там, и там. И, собственно, греческая экономика, вспомним, что после войны, страшной войны для Греции, через два года после того, как Греция освободил, греческий народ освободил свои территории, последние немцы, военные соединения покинули Грецию 18 октября 1944 года. То есть, одно из наиболее мощных сопротивлений в Европе, в мире, это было греческое, наряду с Югославской народной армией, греческое сопротивление. Было, и, к сожалению, в речи президента России, об этом не было упомянуто, кто-то из политиков, не буду называть моих хороших, знакомых, товарищей, известных российских журналистов, они мне сказали, я спросил, ну как же, ну, это вопрос господам Приходько-Ушакову, ну, неужели они не знали очевидные эти вещи, они мне, ну, видимо, профессия журналистики, она тоже цинична, говорит, ну, а как же, а почему Ципрос обещал 9 мая приехать, ну, не приехал, я говорю, ну, приехала спикер парламента, это тоже достаточно высокий уровень, Зои Костандапулу. Вот эти моменты, и по поводу экономики, ведь Греция, когда вступила в зону евро, вспомните, там не хватало каких-то, какого-то процента, вот, дефицита платежного баланса, что правительство Семитиса решило достаточно просто, брутально, оно просто купило, это, Голдман Сакс, чтобы те вывели, как говорится, вот эти необходимые 3,2, там, сколько надо было, вот эти данные, да. Вот и как раз об этом после небольшого года поговорили. То есть это говорит о том, что греческая экономика была достаточно здоровой. Итак, продолжаем говорить о Греции. Скажите, Ника, скажите, пожалуйста, вот, меня тоже вот удивляла эта ситуация, что вроде Греция входила здоровой вполне себе экономикой в Евросоюз, а уже, скажем, сейчас, когда начали раздаваться голоса о том, чтобы выйти из еврозоны, это уже экономика, которая сидит на кредитной игле. С одной стороны, есть МВФ, который всем странам советует примерно одно и то же, и приходят все к одному и тому же, как Аргентина в 2002-м с Юджи Кубом. А где все это работает? Вот я сразу, я не понимаю, где. Я извиняюсь, что я вас перебивку сказал, а где это все работает? Вот я поэтому удивляюсь. А почему тогда греки согласились на такие рекомендации? Вы знаете, вот я вспоминаю, вот, визит пятилетней давности, триумфального, пришедшего к власти в сентябре, в октябре, на выборах октября 2009 года, премьер-министра Георгиуса Папандрео, сына харизматичного Андреуса Папандрео, который проводил достаточно независимую политику, ну, вся вот эта, тем не менее, политика кредитов, заимствования, она в большей степени ассоциируется именно с его персоной, с приходом партии Всегреческого социалистического движения в 81-м году, приход посок в 81-м году, стал бы, открыл какие-то социальные лифты в госслужбу, политические карьеры и прочее, вот. Но он породил еще такие вещи, что вот эти моменты кредитования вот этой греческой экономики, когда вот кто-то вспомнил, привел факт, что занятый при Папандрео миллиард, ну, евро тогда не было, долларов, вот, он через 20 лет обернулся суммой в 50 раз больше. Я всегда задавался вопросом, боже мой, а почему не расплатили с этим миллиардом, не отдали, почему он там раздулся, как мыльный пузырь, то есть какие-то процентные там все эти моменты там, вот. И хочу сказать о том, что вся эта, когда мы говорим, это, это, собственно, и вина правящих кругов правителей Греции, правительств Греции, премьеров Греции, все эти моменты, когда Греция вошла, вкатилась, вкатилась в этот первый меморандум в 2010 году, я считаю, это абсолютно вина греческого премьера Георгиевса Папандрео. Отсутствие у него, скажем, такого стержня, политического мужества. Вот представитель Греции, Греции по переговорам с МВФ, вы помните? Да. Да, вот он сказал, вот от этих напряженных переговоров между Стросканом и Папандрео, Георгиевсом и Папандрео, когда Строскан ему сказал, ты понимаешь, что подписывая все это, вот, все вот, по Франции, по всем этим ценным бумаге Германии, ты просто выкопал вообще яму в собственной стране. Но он, тем не менее, это подписал, казалось бы, такой ответственный человек, как Строскан, как бы, как Господь Бог протягивает ему дощечку, на, выплывай, вот, не тони, а вот, тем не менее, у него не хватило мужества, вот, как это хватило, скажем, на этапе пяти месяцев первых у того же Олега Саципроса заявить, сказать, нет, мы не пойдем этим путем, потому что это путь в тупик, это путь в пропасть, и отсюда все эти пошли проценты, казалось бы, займы, кредиты и прочее, щедрые, ну и что эти кредиты дали? Они же ничего реально в реальный сектор не дали, они обслуживали эти проценты процентовщиков, это просто грабительские были проценты, то есть без каких-либо эмоций добить, уничтожить и прочее. А, сказывается, Греция, это союзническое вам государство, или просто, вот, как мы живем в эпоху по Киплингу, людоедов, значит, вот, поймали эту жертву, довели, убили, обголодали, и все, и выкинули за недадобности. То есть, сама эта концепция Евросоюза, вот, в нынешней, так сказать, его интерпретации, начала трещать по швам. То есть, отцы-основатели, наверное, заложили что-то другое туда, какие-то благородные лозунги, равенство, солидарность, там, и прочие вещи, которые вот последние два десятка лет, особенно зона Евро, они вообще, то есть, немцы всех укатали, немцы всех поставили на колени. Вот. Собственно, в Греции эта мысль доминирует о том, что, что, собственно, мы потеряли суверенитет. Суверенитет. Какой мог суверенитет быть, если на протяжении пяти лет в каждом министерстве сидела эта тройка? Знаете такой термин? Тройка. Печальная. НКВД, репрессия. А эта тройка, это свои уже греческие ассоциации, представители ЕЦБ, Евросоюза и Международного валютного фонда сидели в каждом министерстве и контролировали, верстали там бюджет. А какой национальной зависимости может идти речь, если уже, начиная с 2010 года, греческое правительство не могло принимать самостоятельные решения? И я хочу просто это переадресовать. И вот сегмент греко-российских отношений. Они, собственно, замерзли к этому периоду, когда, например, Папа Андреас приехал, Папа Андрео приехал в Москву. Это было в феврале 2010 года, если мне не изменяет память. Сколько минут они вели переговоры со своим российским коллегом Владимиром Путиным? Вам сейчас станет смешно. 20 минут. 20 минут? 20 минут. О чем-то можно говорить. О чем можно говорить? И помощники Путина уже, соответственно, это донесли в дипломатичной форме руководителю греков России Ивану Савиде, сказали, слушайте, а зачем он сюда приехал? Ну, понятно. Поздороваться, 20 минут уже скажите. Поздороваться, рассказать об экологии, связанной с этим многострадальной трубой. Бургас Александропольевич, помнишь, когда Путин уже возмутился, сказал, ну сколько можно говорить, 17 лет мы топчемся на одном месте, в конце концов. Ну, понятно там, что палки в колеса ставила Болгария, которая стала полная, как говорится, полным проводником политики Запада. И это можно ощутить и в болгаро-российских отношениях. Болгария, насколько должны быть благодарны России, они оказались не совсем, мягко скажем, сформулируем, благодарным народом в этом плане. То есть, все зависело, возвращаясь. От кого это зависит? Это зависит от политического руководства, от лидера страны. В эти моменты лидер страны должен быть национальным лидером страны. Не проводить интересы своей политической партии, не проводить интересы, все, как говорится, ради сохранения себя в политике, своей партии, как говорится, чтобы она была правящей. Думать надо о стране, думать надо о нации. Об этом, извиняюсь за пафос, за такие слова. Они думали о спасении себя. Вот в сегодняшние дни Ципрос, Олеський Ципрос, столько позитива, столько всего. Человек, который создан, как говорится, стать снова библейским или античным героем. Ну, захотел ты стать героем, вот, божье провидение тебя, так сказать, поцеловало, будь героем. А быть героем это подразумевает и какую-то сакральную жертву. Если все эти моменты, риски, кто-то, так сказать, проводил параллели, что его может ожидать судьба Джона Кеннеди. Понятно, что Запад просто так своих союзников не отпускает на волю. Ну, фактически, то есть, получается, это была его угроза и личная безопасность, нужно было идти до конца. Ну, вот параллели с Кососом Караманлисом, младшим племянником, вы помните, да, почему он ушел в отставку. Он ушел в отставку после всего, всех этих его искренних желаний стать другом Путина, стать другом России. Наладить плотные контакты между Россией и Грецией. И в итоге прямые угрозы его, его семье, жене, двум его детям. Человек принял для себя решение. С ума сойти. Да, но это факт. Это... Хотя, казалось бы, это обычная дипломатия, почему бы нет. А вот человек ушел из, как говорится, первой стоповой политики по причине прямых угроз физическому существованию его и его семье. А не нашли, кто угрожал потом? Нет? Проводили расследование. Кстати, и российские спецслужбы тоже в этом были задействованы. То есть какие-то источники шли от них. Я думаю, российские спецслужбы не были заинтересованы Россия, политическое руководство России в том, чтобы Караманлис, который проводил пророссийскую политику, чтобы он ушел. Они делали это, я так полагаю, искренне, чтобы, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Ну, конечно, да, было бы достаточно странно. Но есть ли у вас ощущение, что третий план удастся как-то выполнить и не будет четвертого? Или все-таки до четвертого может не пойти? Ну, что в Греции, вот когда в ходе всех этих митингов, которые там завершались периодически применением спецсредств, черемух, водометы. Я там был, кстати, и видел там, как говорится, местечко для прессы. Я там смотрел, там журналисты, народ сообразительный, они все создают там возвышенные места, там служат, там все для этого. Я ходил, так сказать, среди всех участников этих митингов, которые, кстати, ходили там раздельными колоннами, там Сириза, коммунисты, другие силы. Там много партий на самом деле, вплоть до тракцистов. И такая очень грустная констатация, что греческое общественное мнение тоже какой-то отчасти момент кренка в какой-то крайность, как вот эта партия Золотая Заря, Хрисия, Авгия. Понимаю. Да, она взяла третье место. И вот этим всем лидерам, кто там присутствовал, кто были это, я им сказал, вы знаете, вы все идете разными колоннами, потому что для вас главная партия, а не страна. Спасибо большое. Дикой Российской Европы, журналист греческой диаспоры, Россия в Польшевском Простовестве. За гранью возможного. За рамками понимания. За рубежами. На русской службе новостей.